Добрый день, уважаемые коллеги, партнеры, инвесторы и все те, кому не безразличен проект Дмитрия Александровича Дуйнова. Сегодня с вами снова я, Александр Сударев, и мы начинаем цикл вопросов и ответов с Дмитрием Александровичем Дуйновым. И сегодня мы поговорим о проблеме нехватки BLDC двигателей и о том, как двигатели, построенные по технологии Славянка, помогут решить эту проблему. Давайте начнем, наверное, с конца. Вопрос номер 6. Что в мире существует нехватка двигателей BLDC из-за дефицита редкоземельных материалов, входящих в состав постоянных магнитов и как двигатели с технологией Славянка могут решить эту проблему? Ну, а тут можно вопрос задать, другой вопрос. А много ли вы видели двигателей BLDC и область их применения? Если мы на сегодняшний день посмотрим, то подавляющее число двигателей, которые обслуживают нас и создают нам комфорт в жизни, это асинхронные двигатели. И можно задать вопрос, а что мы раньше без BLDC делали? Ну, вообще каменный век, не было BLDC, все, никакого прогресса в мире, ничего не было, да? На самом деле, основные задачи технологические, промышленные решают по преобразованию электрической энергии в механическую, решают асинхронные двигатели и прекрасно справляются со своей задачей. А вот у BLDC, у них свое место в жизни, потому что, если мы посмотрим компьютер, да, ну, там стоят вентиляторы, есть много таких устройств, где существуют маленькие двигатели. Ну, там нерационально применять асинхронные двигатели, это вот удел двигателей BLDC. Точно так же, сейчас в BLDC двигатели занимают некоторую нишу, в новых направлениях это электротранспорт, малые транспортные средства. Потому что, если мы посмотрим, электротранспорт существовал и до BLDC. Ну, вот, допустим, такой пример. Белаза, крупнотоннажные колеса, двигатели BLDC, ой, BLDC, извините, ну, электромоторами вращаются, там BLDC не было, да, там коллекторных двигателей. Если мы посмотрим бульдозер D250, допустим, да, дизель электрический, это последовательный гибрид. В советских времен выпускается великолепнейшая машина, прекрасно, да. Если мы посмотрим автокраны, шасси МАЗ выпускались, они были гибридные, там двигатель ДВС вращает генератор, генератор вырабатывает электроэнергию, электроэнергия подается на моторы, поднимаются лебедки, и все остальное работает. Поэтому все эти схемы, они работают испокон веку. И не надо, нельзя говорить, что вот электротранспорт стал развиваться благодаря BLDC. Вот. BLDC в основном занимает ту нишу, которая сейчас новая, и занимает ее благодаря, скажем так, тому, что были выполнены разработки определенные с использованием. Почему? Потому что вот, допустим, Китай, там, западные страны, они разрабатывали эти технологии, потому что все-таки идет конкурентная борьба, и нашли новую нишу, новое направление. Это развивают. И если мы посмотрим, допустим, на сегодняшний день, Россия может выпускать конкурентно способных BLDC? Да нет, потому что с точки зрения нет технологий, да. Поэтому Россию на этот рынок не пускают. И как можно зайти? Да никак. Китай, Китай, еще раз Китай. Вот. Но на связи с тем, что Китай сформировал спрос на BLDC моторы, и он правит бал, они создали для себя никакую проблему, потому что, развив этот рынок, они столкнулись с проблемой нехватки сырья. Потому что те месторождения, которые были разведаны и разработаны, они уже не могут обеспечить наросший спрос. А для того, чтобы его удовлетворить, стоит вопрос о том, что нужны новые месторождения. А новые месторождения, они и существуют. Их можно осваивать, но для освоения этих месторождений надо провести вскрышные работы, вскрыть эти месторождения. Но это требует колоссальнейших затрат финансов и времени, потому что вскрыть месторождение, это от 5 до 17 лет требуется. Вот. Это колоссальнейшее капотоложение. А потому что делать с этой промышленностью, когда вот все это работает, да куда ее переместить? Надо еще какие-то месторождения вскрывать. Это срок, да. И кто будет в это инвестироваться? Надо понимать, что есть такая проблема. Но можно сказать, что можно более интенсивно разрабатывать известные месторождения. Там другая проблема. Вредные выбросы ограничить, скорость подвижения, число забоя и радиация. Два момента, которые сдерживают. Чтобы убить людей, мы уже знаем, чем заканчиваются интенсивные разработки, допустим, угольной промышленности. Если у тебя выработка не села, ты двигаешься быстро, потом у тебя бабах все это, да. Села пустота эта. И выбросы, аварии и так далее, и так далее. Поэтому с этим уже знакомы. Вот. Но и какого выхода сюда? Ну, китайцы сделали логичное действие. Они стали повышать цену. И ценой регулируют спрос. Но, во всяком случае, они сейчас доминируют на этом рынке, и они диктуют свои правила. И вот в сложившейся ситуации у нас как раз появилась ниша возможностей. Потому что спрос нарастает, а спрос этот полностью не удовлетворен. Это как раз хорошая такая вот ниша, да. Это как раз момент, ну, скажем так, открытия форточка, в которую можно спокойно пройти. Это вот окно возможностей для выведения нашей технологии на рынок. Тем более, что эта технология, она применима практически в любую стране мира индустриально развитой. И особых проблем в технологическом плане не вызывает. Самое главное знать, как сделать, и иметь соответствующую документацию для этого. Вот. И все, в принципе, да, что можно сказать. Но в то же время надо понимать, что BFDC двигатели на сегодняшний день не способны заменить те места, где применяются синхронные двигатели. Вот, вы представьте, допустим, двигатель на канализационно-насосной станции, да. Работают там, ну, нормальные советские, русские ребята, да, там. Все нормально, у них двигатель выходит из строя, мощностью, скажем там, ну, 500 кВт. И в каких условиях вы будете его ремонтировать? Вот притащили его в гаражный технологии, многие говорят. А что надо в гараже сделать, два-три мотора, продал, получил деньги, вложился, купил и пошел развиваться. Таким образом. Вот вы притащили BFDC в какой-то сарай. Можно вот такой мощности, да. Вы когда притянете и начнете туда доставать ротор, у вас все ключи с полок и гляйки полетят в сторону от вот двигателя, поприлипают. Вся ферромагнитная пыль вместе с собаками и хошейниками, с металлическими пряжками, прилипнет к этому мотору. Вот и у вас будет очень большое удовольствие заниматься этим дальше. Поэтому для работы с мощными двигателями нужны соответствующие технологические помещения. А если еще и другие там проблемы, инструменты нужны, не магнитные и так далее, и так далее, там куча приспособлений и так далее. Где это все есть? Вот вы представьте современную коммунальную сферу, коммунальное хозяйство, насос, который стоит там в доме каком-нибудь или еще что-то. И вот ремонт его. После этого можно будет говорить о перспективах применения. Поэтому все это далеко не так однозначно. И бравурные марши, а мы сейчас весь мир Бельгиси завалим, они так и останутся бравурными. Все останется на своих местах. Просто Бельгиси двигатели займут свою нишу и будут находиться в ней. А синхронные машины будут находиться в своей нише. Не зря европейцы вложили гигантские деньги в разработку асинхронных машин класса Е3 энергоэффективности. Они же тоже не бракли, да? Что-то делали. Они не сидят, не ждут, когда Бельгиси на галус валятся. А счастливит их Китай, либо еще кто-то. Зачем было тратить деньги? Наверное, специалисты понимают, зачем. И вот эти бравурные марши многих товарищей, которые, поверьте, знакомы с этой проблемой, они опять-таки не более чем бравурные марши. Ну, это так. А на этом сегодняшнее видео подходит к концу. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в группу ВКонтакте и регистрируйтесь в личном кабинете официального сайта проекта «Синхронные двигатели Дуэнова» и оставайтесь в курсе всех последних событий проекта. Спасибо, до свидания.